сегодня хочу поотвечать на вопросы и вопросы в основном идут про про автономию про автономию про рамки прошу про шаблоны что такое автономия что такое жизнь без еды без жидкости очень много вопросов и сегодня у меня сын играл на нетворкинге если кто не знает он у меня играет на электрогитаре любитель такой тяжеловатой музыки металлика металлика рамштайн и играл и естественно там ко мне на люди подходили знакомились там кто-то представлял там ну понятно что у всех разные эмоции что это такое как это возможно кто меня знает уже более давно вот так вот то они конечно же уже знают про мой образ жизни и и я не перестаю сталкиваться с тем что люди когда им говоришь вот человек живет например там иным образом жизни например без еды и без жидкости и все сразу же но не все а большинство большинство людей кто и конечно же с этим не сталкивался у тех там например шок но сейчас я скажу что это очень мало людей настолько эта тема уже вышла в массы настолько эта тема уже ни для кого не секрет просто некоторые понимают что они об этом слышали но некоторые верят некоторые не верят тут дело в веры да вот а те кто практик про практикующий кто практикует они уже знают что есть определенные этапы и мы сегодня про них с вами поговорим про самые такие явные этапы вот и есть еще одна люди одна масса людей которые очень у них очень четко сформировано видение каким должен быть человек про наед что он обязательно должен быть вот в таком вот весе он обязательно должен вот так вот выглядеть он обязательно должен вот так то говорить он обязательно должен вот так то одеваться и много много чего там вплоть до того что Но ко мне недавно совсем подошла девушка и говорит, вы в сланцах? Я на нее смотрю, но мне удобно в сланцах ходить, мне причем не важно, зима это или лето. В сланцах, потому что удобно снять и постоять на земле. Для меня это на данном этапе очень нужно. Я не знаю, как будет потом именно у меня, но сейчас мне это важно, постоять на земле. В луже, на снегу, там еще что-то, поэтому я в основном всегда хожу в сланцах. И она подошла к девушке и говорит, нет, я знаю точно, что все люди, живущие без еды, они ходят только босиком. Так вот, ребят, я как бы не к тому, чтобы кого-то переубедить, кто как должен выглядеть, а именно к тому, что пока вы не уберете шаблоны, рамки, видение того, что вам представили, как кто-то должен выглядеть. И не важно, кто это, человек, либо какой-то проект, либо это какое-то дело, какие-то, не знаю, там цветы, цвет, свет. Пока у вас есть в голове эти то, как должно быть, вы за то, как должно быть, вам будет очень тяжело выходить. А если вам за это тяжело выходить, то вы и опыт этот будете получать крайне тяжело. И сегодня тоже ко мне подошла девушка, ее со мной начали знакомить. Она такая, ну давайте обнимемся, вы хоть мне передадите свою энергию, а я почувствую, врете вы или нет. Вот, с таким посылом, да. И после этого она говорит, у меня очень много друзей, которые автономы, и они все выглядят не так, они, ну, анорексичной внешности. Я понимаю, что есть и такое видение. Я, естественно, не стала ничего комментировать, вообще не стала говорить, я просто улыбнулась, развернулась и ушла. Не вижу смысла мне что-то говорить, это же не во мне есть, а девушке нужно пройти определенную свою, свои ступени какие-то. Но я говорю как раз не о ступенях, а о том, что становится тяжело, тяжело идти в новое, тяжело идти в новый свой опыт, потому что он не может стать вашим, пока вы его не примете. И вот те моменты, когда человек выходит, давайте это назовем, лечебное голодание, да, когда человек выходит на лечебное голодание, прежде всего, что он должен сделать? Он прежде всего, первое, что он должен понять, какая точка отчета, какая точка старта у него, у него лично, с его аватаром, с его образом жизни, с его здоровьем. И очень хорошо, когда вы сдаете какие-то хотя бы базовые анализы, чтобы понимать, что у вас с сердцем, что у вас с почками, что у вас с печенью, что у вас с желудком, есть ли язвы, что у вас вообще находится в вашем теле, на каком этапе развития, на каком этапе здоровья у вас находится на данный момент тело, чтобы понимать, как идти дальше, с чего стартовать. И у меня есть очень много эфиров, уже достаточно много, абсолютно в открытом доступе, абсолютно безоплатный, где я рассказываю, чтобы выйти на пищевую паузу, с чего лучше начинать, почему так лучше начинать, что вам дает та или иная трава, что она делает с вашим организмом, почему вам с этой травой легче преодолеть чувство голода. И как раз, когда у вас есть определенные шаблоны, вам очень сложно в это пойти. И когда я, когда от меня первый раз отказались врачи, сказав, что там как бы если через два часа не умрешь, то мы к тебе приедем, да, потому что нам там галочка о смертности, она не нужна. И вот это вот, когда я нашла сыроедов, кто такие сыроеды, что это не просто люди, которые едят сыры или сыры, сыры, рубы, рубы или сырое мясо, а это люди, которые едят сыры, фрукты, овощи, зелень, орехи. И за этот период, пока у меня все спали, ночь, естественно, ночью самые приступы, тем более после поставленной дозы мною гормонов с безумной тахикардии, я просто понимала, что я не могу лечь, если я усну, то это будет навсегда. Естественно, я просидела эту ночь в интернете, я узнала все о сыроеде, ну, все, конечно, это громко сказать, узнала много о сыроеде на тот момент, насколько это было возможно узнать 12 лет назад в интернете. И когда утром все проснулись, я уже была 100% сыроедом, то есть я прям горела этим. Но точно так же я узнала, что люди могут прожить 3 дня без еды и без жидкости, а после 3 дней они могут умереть. И у меня вот эти ограничения, у меня стояли они в голове. И когда я выходила, то есть я чистилась, я выходила на сухие дни, на 3 сухих дня. И при том, что на сухих днях кровь более вязкая становится, я начинала дышать. Потому что я до этого, я задыхалась от того, что я дышу. То есть у меня астма была уже в такой стадии, когда, знаете, вот эти вот карточки, у меня карточка была вот такая, и по ней, у которых группа уже такая предсмертная, я бы так сказала, у них красная полоска, широкая красная полоска, наклеенная на карту. То есть когда я приходила ко врачу, мою карту искать не надо было. Там стояла вот такая вот огромная карта с красной полоской, и видно было сразу же. И к чему я эту красную полоску? Вот, то есть к тому, что какая стадия астмы у меня была. То есть я задыхалась от того, что я дышу, я не могла лежать, я задыхалась. То есть я сидела все время как бы на колени, опираясь на колени. И когда приступ заканчивался, астматики меня поймут, то было такое ощущение, что я разгрузила не том, что вагон, а несколько грузовых поездов. Вот, то есть спина просто отваливалась, шея, шея болела, болело абсолютно все, потому что ты с таким, с таким остервенением пытаешься вдохнуть и выдохнуть, потому что воздух у меня не шел ни туда, ни обратно. И когда я три дня находилась без еды и без жидкости, при всей вязкости крови я начинала дышать. Мне было так хорошо, мне было так, мне петь хотелось. Я себя чувствовала человеком, что я могу ходить, что я могу с сыном, с сыновьями пойти на хоккей, они тогда хоккеем занимались. И кто хоккеем занимается, знает, что там такие огромные сумки, там можно 10 человек поместить. И я могла помогать нести эту сумку. Я думаю, боже мой, это такое счастье, я могу стать нормальным человеком. Но у меня даже в голове не было того, что, Свет, ну тебе вот так хорошо, тебе так хорошо в этих сухих днях. Ну иди дальше, посмотри, что будет с твоим телом. Но вот этот вот барьер, что, ну я же прочитала от квалифицированных людей, от учёных, от там ещё каких-то людей, что больше трёх дней человек не может выдержать. Но у меня даже не было вот этого осознания, что, а проверь на себе. То есть я настолько себя вот в этот страховые рамки загнала, вот просто страховые рамки. То есть что если так оно будет, но тут же написано, так же сказали, так же нельзя. Это же много где написано. А если кто-то и говорит, что он может дольше, то это всё ерунда. И вот когда со мной случилось, и для меня вот эти три дня, я их ждала. Причём я знала, что их часто повторять нельзя, что их можно повторять не раньше, чем раз в две недели. И я, представляете, их ждала. Я не шла через этот барьер самой себя. Я не могла переступить через себя, чтобы проверить, как моё тело будет дальше реагировать. Но это же настолько комфортно мне. И даже вот через всё вот это, через весь этот комфорт у меня был вот этот стопак. И когда со мной произошло через полтора года, да, где-то полтора года, то есть полтора года я вот в этом вот подвешенном состоянии была, сыроедение, сухое голодание, вход, выход, опять выход на обычное питание. И когда меня шибануло второй раз, и когда второй раз мне уже в скорой сказали, как бы через два часа приедем, потому что больше мы тебе гормонов не поставим, сердце не выдержит. А просто ехать, наблюдать за тобой, как бы, ну, чтобы что, мы сделать тут уже ничего не можем. И я поняла, что я вот в этот раз уже на сыроедении я не вывезу себя. То есть мне уже нужно что-то, что-то больше, что-то глобальнее, что-то уже больше туда уйти. И тогда я наткнулась на информацию, что есть люди, которые вообще не едят и не пьют. И вы знаете, для меня это был такой шок. И это был не просто шок, это было такое переосмысление. И переосмысление болезненное. Оно было для меня настолько болезненное, я думаю, как так? Вот я столько времени мучилась, и я не могла пойти в эксперименты с собой, чтобы увидеть, а как оно бывает. И для меня это было такое, что, знаете, как будто бы я стояла всегда за невидимым забором. Убедив себя, что туда ходить нельзя, не нужно туда ходить, потому что там кто-то сказал, настолько я отреклась от своего тела, настолько я не чувствовала его, настолько я боялась пойти с ним в унисон, что когда мне сказали, что нужно было всего лишь посмотреть на своё тело, для меня это было такое разочарование к самой себе, которое я тоже переживала очень болезненно. Я думала, ну как так? Но ведь я чувствовала. Я же это чувствовала. Я понимала, что я могу дышать. Я понимала, что я могу быть человеком, человеком, который может ходить, который может разговаривать и может общаться с своими детьми. И я всё равно туда не шла. Что меня держало? Какой страх? Страх не быть человеком я ему уже не была. Я уже была инвалидом. Как я могла? Какой ещё страх меня держал? И вот эти вот все нюансы, они просто выводили к тому, что сейчас, когда я вижу, мне говорят что-то, я не могу сказать, что этого не бывает. Я не могу сказать, что этого не существует. Я сейчас чётко понимаю, что в моём мире это, возможно, пока ещё нет. Но, значит, если кто-то это озвучил, значит, это действительно есть. Как минимум в его мире, значит, его мир просто более широкий, более глобальный, чем мой. И я уже тогда свой мир начинаю спрашивать, а хочу ли я расширить свой мир ещё в эту сторону? Не важно, чего это касается. Но в моём мире больше не существует отрицания. Отрицания даже самых жёстких, самых последних моментов, которые бы раньше я могла отрицать. Что-нибудь связано, какие-нибудь болезненные моменты с детьми, с животными, да, что-нибудь такое. Я думаю, о, это невозможно, да как так можно? Да таких людей нужно казнить, убивать и тра-ты-ты-ты-ты-ты. А сейчас я понимаю, что это я не принимаю, в моём мире это нет. По каким-то этическим сопровождением, по какому-то моему болезненному восприятию, по моей любви к детям и к животным. Этого нет в моём мире. Но это не значит, что этого не существует. То есть я сейчас позволяю себе открывать рамки настолько, насколько входит любая информация, любое, всё, что я услышала, я просто понимаю, что это есть. Я знаю, что есть несколько миров. Я знаю, что их есть несколько миров. Я их вижу, кто-то их не видит. Это не значит, что их нет. А встречаю я людей, которые мне говорят о том, о каких-то вещах, которые раньше я не могла предположить, что люди живут и больше 300 лет, и больше 400, и больше 600 лет. Но если я не прожила 600 лет, это не говорит, и если мне говорили все, что средняя продолжительность жизни – это вот столько, то это не говорит о том, что это есть. Это просто я разрешила свой мир сузить. А насколько вы готовы расширять свой мир? Сейчас в моём мире нет ограничений. В моём мире ограничить себя только могу я. Он широк. Это, знаете, когда вы живёте в большом городе, но ходите всё время по одному и тому же маршруту, но вы знаете, что он широкий. Вы знаете, когда вы будете готовы, вы поедете и будете исследовать другой город, исследовать свой город, исследовать другие маршруты, когда вы будете готовы. Но вы чётко понимаете, что оно есть. И здесь я тоже чётко понимаю, что оно есть, много чего есть. Просто я ещё в каких-то моментах не готова что-то исследовать. И то же самое, что когда человек мне говорит, ну как так, ну невозможно не хотеть есть. А вы попробуйте исследовать это. Ведь всего лишь на девятый день, когда вы отказываетесь от еды, на пятый день у вас, если вокруг вас никто есть не будет, то вам уже на пятый день не хочется есть. У вас нет желания поесть. А на девятый день отсутствует аппетит, даже если рядом с вами будет еда. И только вас выводит в обратное состояние, в состояние привычного поглощения чего-то, только страх. Страх, которого не существует. Только тот страх, который живёт только в вас, обоснованный на каких-то социальных нормах, социальным прессингом. Социальным единением. Только лишь и всего. А по факту-то его нет. Откуда есть страх? Страх умереть? А вы действительно думаете, что человек может умереть? А если бы вам сказали, что вот в какой одежде вы выходите, её нельзя менять ни в коем случае, нельзя менять раньше, чем через месяц. И кто-то бы менял не раньше, чем через месяц, потому что были бы такие социальные устои. А кто-то меняет каждый день. И тело, тело, ты же не тело, ты же больше, чем тело. Ведь если ты его поменяешь, это не страшно. И с этим ничего не случается, если ты его меняешь. Ведь всего-навсего нам нужно его менять с открытой памятью. И нам нужно просто стремиться к тому, к открытию памяти. И вспомнить всё. И когда ты меняешь своё тело, тебе не нужно забывать. Тебе не нужно быть вновь рождённым маленьким человеком, который начинает вновь осваивать этот мир. А действительно ли тебе нужно через сто лет его сменить? А может быть тебе нужно... Тут смотрите, сколько вариантов событий может быть. Есть вариант событий, что ты можешь, поменяв это тело, в общепринятых стандартах, пусть возьмём сто лет, да, и ты можешь родиться с открытой памятью. Как рождаются 90% детей, рождаются с открытой памятью. И к трём годам она закрывается благодаря нам, невеждам, взрослым. Но есть другое развитие событий. Это когда ты не уходишь из этого тела через сто лет, а уходишь, когда ты проходишь какие-то те определённые моменты, которые тебе ещё этим интересом держат в этой плотности. Это может быть 300 лет, 500 лет, 700, 800. Пожалуйста, ты же можешь оставаться. Но когда ты понял, что ты здесь эти циклы прошёл, то ты можешь уже вне тела идти в следующую плотность. Не обязательно здесь перерождаться ещё раз 5, 10. А ты можешь в одном теле все эти этапы пройти, а потом пойти в следующую плотность. И это тоже возможно. Это всё возможно только лишь становится после того, как вы перестаёте отрицать что-либо. После ваших отрицаний вы блокируетесь. Когда нет отрицаний в вашем мире, вы открыты чему-то новому. Пойдёте вы в это или нет, это уже другой вопрос. Вы можете туда не ходить, вы можете жить абсолютно той жизнью, которая вас устраивает, которая для вас привычна, для вас комфортна. Но позвольте себе увидеть ещё другое. Это же поразительный опыт. Опыт тот, который редко кто описывает. А если кто-то описывает, то это считается какая-то там эзотерика. То, что невозможно прощупать. И именно поэтому я сейчас пошла в науку. Именно поэтому сейчас мне интересна нейробиология, нейрофизиология, анатомия. Потому что она настолько связана, это единое целое, душа и тело. Почему эзотерику и науку разделили? Потому что то, что научатся, то, что мы можем пощупать здесь, в этой плотности, это легко сделать. А то, что там происходит, мы это прощупать не можем, не можем вывести формулу. И поэтому пока не можем вывести формулу, мы это туда убираем. Всё, это убрано, это считается что-то, что-то такое, что-то далёкое. А давайте это объединим, ведь это настолько всё гармонирует, настолько гармонирует, что у вас, что происходит с вашим мозгом. Куда мозг даёт сигналы, в какую часть тела даёт сигналы. В эту часть тела даёт сигналы, чтобы что, чтобы показать вам, что, что происходит в вашем наружном мире. Когда вы, как родитель, не можете принять своего ребёнка по определённым причинам, он делает что-то не так, он не понимает, он ещё что-то. Точно так же, как и ребёнок не может вас принять. То ваши почки начинают работать как? Не очень хорошо. Откуда-то появляются отёки на лице, на ногах. Я начинаю ходить в туалет по-другому. А это всего лишь что? Это всего лишь дал сигнал непринятия, непринятия своего близкого, своей близкой частички. И отразилось всё на почке. Это же всё связано. И как можно одно отрицать от другого? Никак. Давайте, ребятки, почитаем. Вопросы? Естественно, нет. Так, Светочка, добрый вечер, Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Питер. Да, очень хочу съездить к вам в Питер. Ещё полюбоваться вашими красотками. Что за тему обсуждаем? Что придёт? Добрый вечер всем. Когда смог, тогда я осознал. Так я себе говорю теперь. Ребят, самое что интересно, что вы всегда осознаёте, только иногда не идёте в это осознание. Потому что оно непривычное. И когда мне говорят, что нужно, чтобы просветлиться, я не вижу ни одного непросветлённого человека. Он уже свет. Что такое просветление? Это свет. Но когда ты истинно становишься тотально просветлённым, тебя здесь не будет, тебя здесь не увидят. И поэтому чуточку нужно как бы заземляться, заземляться через знание этой плотности. Это для меня сейчас, для меня конкретно, самое комфортное. Для меня некомфортно с эмоциями. Я в них не вижу смысла. Всё, что связано с эмоциями, в том числе и еда, это для меня неинтересно. А то, что связано с наукой, это интересно. С той наукой, которую я ещё не всё познала, для меня это интересно. С химическими элементами, для меня это интересно. Но для меня интересно то, что происходит на другом плане. То есть для меня интересно то, что происходит в галактике. То есть то, что у нас исследование, да, у нас исследование Вселенная. Вот что, в какие планеты. И исследован только один рукав. А этих рукавов галактических сколько? Их же огромное количество, их же очень много. Но в другие галактические рукава вы исследовании не можете пойти. Мы не можем пойти, я не могу пойти. Давайте из чего. Потому что у меня нет той определённой плотности тела, которая должна быть. То есть я ещё не покрыта вся светом. И вот эти вот, когда люди говорят там просветлённый, просветлённого человека обычные люди не увидят. Если он тотально просветлён, его не увидят. Его может увидеть другой на стадии просветления, просвечивания. А тотально просветлённого не увидят. И когда говорят, ой, я просветлился за один раз. Возможно, это моё восприятие. Без осуждения кого-то, без комментариев. Просто это моё видение. Потому что, когда я видела двоих просветлённых людей, их не видели другие люди. Скажем, те люди, которые ждут пятницу. Давайте их так назовём. Пятничные. Радость пятничная. Потому что это свет, который не воспроизводится. Эти люди настолько сияющие светом, что сетчатка глаза их не воспроизводит. Обычного человека. Но они есть, они среди нас. Среди нас вообще много, много всего интересного. И мы это не можем увидеть не потому, что мы какие-то бездари, а просто потому, что не опускаем за рамки своего восприятия. Светонька, любимая, привет. Привет, Ликочка. Так. Я боюсь терять этот мир. Этот страх держит меня дальше идти. Да, ребят, есть такое. Есть такое. Но это всего лишь то, что не может потеряться. Смотрите, то, что в вас уже приобретено, оно потеряться не может. Если вы в десятом классе учитесь, это не говорит о том, что вы можете прийти в первый класс. Прийти в первый класс и походить по этому первый классу. Учиться же вам уже там не надо будет. Вы уже эту всю программу прошли. Но вернуться в первый класс, посидеть за партой, вы же можете это сделать. И здесь так же. Это то же самое, когда мне говорят, что вот я не могу там отпустить какого-то человека, вот я люблю там ещё что-то. Вы любите эмоции, которые были с этим человеком. Но ведь это так просто его отпустить, потому что он вам показал те эмоции, те чувствования, которые вы пережили. А если вы их пережили, они уже у вас есть. Вы уже знаете, как их сформировать. И как только вы отпускаете человека, вы можете их вновь и вновь у себя поднимать. А можете с ними уже никогда не расставаться. Это уже есть в вас. И этот мир, он в вас тоже, вы всегда можете здесь прийти. Жить захотите вы здесь или нет вновь, это уже другой вопрос. Но он уже никуда не денется. Никуда. Люди вокруг перестают меня понимать. Не переживайте, люди вокруг вас перестают вас понимать, потому что вы сейчас на стадии перехода, и вы себя не всегда понимаете. Именно поэтому и другие не всегда понимают. Вам не нужно, чтобы вас кто-то понимал. Вы думаете, кто-то меня всегда понимает? А нужно ли мне это? Мне просто приятно быть. Мне просто приятно, если что-то меня спросят или что-то, какой-то вопрос зададут, мне просто приятно высказать то, что я вижу, то, что я чувствую. А что они с этого возьмут? Это же только их. Я всегда позволяю каждому быть в своем, каждому брать то, что он может взять. И себе я позволяю ровно столько же, брать ровно столько, сколько я могу унести. Светик, вы моя мотивашечка. Ой, очень приятно. У меня тоже куча страхов, но я все равно слушаю свое тело, иду за ним. Вот у меня впереди лучевые после операции. Назначили гормональные таблетки, уколы. Оксаночка. Ну, во-первых, вы четко должны понимать, что вы не одна. А если вы будете рассказывать свою историю, чтобы люди слышали, чтобы они понимали. Неважно, кому вы будете рассказывать, сколько это будет человек, делитесь с собой. Я называю делиться с собой, частичкой себя. И частичкой себя можно делиться же в самых простых каких-то моментах. Я не знаю, кому-то подарить кусочек себя, кусочек любви. В каких-то детских домах, кому-то что-то там, что-то сделать такое, чего тебе будет приятно, чтобы ты и там свою частичку оставил, свою любовь передала, и туда тоже. Ну, я от всего отказалась. Мне химии хватило, весь иммунитет убила, и все остальное. Оксаночка. Иммунитет. Напиши мне, пожалуйста, в телеграмм, в личку. Я просто не могу на общую публику рекомендовать что-то. И я тебе подскажу, ты посмотришь информацию по этому поводу, и примешь решение, насколько тебе будет это интересно. Светлана, можно ли заходить на чистые дни с треками? С треками. А что такое с треками? Я не поняла, что такое с треками. Расшифруйте, пожалуйста, Нейля. Вот, Дмитрий, да, вот мне тоже тут пишет из состояния своего мира. Это тоже имеет место быть. Пять дней прохожу хорошо, окружение не принимает. Ну, ребят, вообще окружение не принимает, я вообще никому не рассказываю. Меня знают в узких кругах, а если, например, если мы где-то с кем-то общаемся, и меня спрашивают, кто вы там, я говорю, я психолог. Всё, я не рассказываю о своём образе жизни, потому что это такая узкая ниша, узкий круг людей, и если кто-то не в этой теме, то я не буду его ошарашивать. Значит, он сейчас туда не пришёл, зачем ему об этом говорить? Но если он начинает расспрашивать меня о чём-то, то я понимаю, что, значит, он именно для этого со мной встретился, чтобы узнать ещё другую информацию. Другую информацию про мир, про себя, как он может. Не как я могу, а как он может, другой человек. А так, в принципе, я особо не рассказываю никому. Живу обычной жизнью, просто меня там за чавканием нельзя застать. Вот и всё. Анализы стола. Так, отёки есть, можно ли заходить на чистые? Отёки есть. Так, отёки есть. Смотри, отёки какие, утренние или вечерние отёки? Нужно посмотреть, какие отёки, и отёки в верхней части или в нижней части. То есть это нужно посмотреть, если это верхняя часть, чаще всего верхняя часть – это белок, белок сердца, то тогда я бы порекомендовала очень-очень аккуратно заходить в чистые дни. Можно, но не длительные, чтобы у вас потом не было ещё больше отёчности. И очень хорошо начать простукивающую гимнастику, любую простукивающую гимнастику. Это прыгание на скакалках, это просто простукивание себя. Это какие-то моменты, чтобы как раз сделать вибрацию. Ну, естественно, ходьба на пяточках, да? Вот, нужно вот это вот понимать. И начинать потихонечку, потому что есть моменты, что если у вас уже присутствуют отёки, и вы, например, будете заходить на сухие дни, то после сухих дней, может быть, не выход с сухих дней, а на следующий день, через день, может быть сильная отёчность, что не очень хорошо для внутренних органов. Это тоже нужно учитывать и нужно смотреть. И здесь нужно понимать, есть ли соль в вашем ракционе. Если есть отёчность, то соль лучше заменить на такие продукты, в которых достаточно соли. Это, например, сельдерей. В нём очень много природной соли, которая полезна для организма. А обычную соль лучше убрать. И вообще все продукты, которые, например, полуфабрикаты, в них у всех присутствуют и соли, и сахар, то от них лучше отказаться, ну, хотя бы на какое-то время. Посмотрите, как себя будете чувствовать. Может быть, вам это будет комфортнее, и вы откажетесь от этого навсегда. За отёки благодарю. Сейчас пришло подтверждение моего сознания, моих отёков. Благодарю, Света. Так эта еда дурацкая надоела. Чего мне не хватает в мозгу? Что я никак не перейду на автономию? Ликочка, девочка моя, ты подумай, а автономия – это побочный эффект. Вот ты туда идёшь, чтобы что? Что ты хочешь сделать? Куда ты хочешь прийти? Ведь это всего лишь, когда ты идёшь в состояние себя, то ты идёшь в глубину, ты идёшь в чувствование, ты идёшь в это ощущение себя через тело. И когда ты понимаешь, что ты можешь ощущать и чувствовать себя вне своего тела, то тогда становится неинтересным что-то вкидывать в тело, если ты уже понимаешь, что ты через тело просто – это твой инструмент. Это как, когда ты подтягиваешься на турнике, ты же подтягиваешься своими руками на турнике, ты это всё знаешь, но ты одеваешь перчатки, чтобы было удобнее подтягиваться, да? Но что ты будешь с этими перчатками делать? Ты просто будешь понимать, что это твой инструмент для лучшего подтягивания. И здесь ты будешь чётко понимать, когда ты придёшь к себе в чувствование себя, ты будешь чётко понимать, что твоё тело – это твой инструмент для ощущения себя в этой плотности. Это не ты. Это твой любимый инструмент, который тебе помогает в этой плотности, в этом мире. Но ты намного больше, ты не поместишься никогда в это тело. Как только ты прочувствуешь себя, как только ты прочувствуешь, насколько глубоко чувствование всего, каждого момента, звенящего воздуха, этих ароматов, которые отталкиваются вибрационной волной через наше тело, которое разрешает нам ещё прочувствовать или какой-то запах убрать. И тогда у тебя не будет надобности что-то доделывать. То есть ты не будешь там на эти перчатки пришивать какие-то розочки, если они уже делают свою функцию очень хорошо. Точно так же, как и в тело, ты не будешь что-то впихивать, тем более, если это будет тебя останавливать и тормозить. Ты будешь понимать, что тебя тормозит. А тело – это твой инструмент, твой помогатор, а не твой стопак. И как ты к себе придёшь, у тебя будет именно это чувство, не это ощущение. Можно ли заходить на чистые дни с отёками? Лучше не нужно с отёками. С отёками заходить не нужно на чистые дни. Сделайте вот эту вот вибрационную какую-нибудь гимнастику. Потому что вы искусственно уберёте жидкость из организма, но если уже мочеполовая система, почки не справляются, то они и дальше будут не очень справляться. Нужно выяснить, откуда отёки. В течение года убрала всё, кроме ужина. Ужин никак не могу убрать. Мясо благотпало. Виктория Николаевна. Ну и ужин потом будет неинтересен. Сейчас же ужин почему интересен? Потому что вечер, хочется расслабиться. А расслабляться мы всё-таки привыкли много-много лет, привыкли расслабляться через еду. Поэтому вот она вот так становится. А если вы начнёте расслабляться, не знаю, под пение, под гитару с друзьями у костра, под чтение интересной книги, под рисование, под вышивание, под ещё что-нибудь, то тогда у вас будут другие этапы. Светланочка, на лицо прелесть автономит. Ты хорошейший молодец каждый день. Спасибо, Элика. Так, сейчас стало очень много спать. Может, у меня организм за год устал. Ребят, такое очень часто бывает. Смотрите, я уже говорила, у нас есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия. И вот внутренняя энергия, это за счёт которой работают наши внутренние органы, мы её не чувствуем. Мы чувствуем только тогда, когда уже энергии нет, и внутренних органов уже всё. А внешнюю энергию мы чувствуем. То есть, например, сегодня я хочу там побежать туда-то, сегодня я хочу сделать вот это, сегодня вот это. Это внешняя энергия. И когда у вас идёт очистка организма, когда у вас идёт перестройка гормонального фона, когда у вас идёт какие-то изменения в вашем теле, бывает такое, что внешняя энергия, она становится... Всё, её нет. И тогда начинает просить внешняя энергия, так как она минимизируется, внутренняя энергия изнутри. Дай мне чуть-чуть, чтобы вот что-то делать. И когда внутренняя энергия идёт на переработку, на улучшение, на регенерацию гормонального фона, то весь организм говорит, давай пока мы здесь работаем, ты полежи, поспи. И если вам хочется спать, то это тоже хорошо, нужно к себе прислушиваться, поспите. Но если это идёт постоянно, то вам нужно понимать. А может быть у вас тогда не хватает определённого химического состава, в том числе это магний В6. Попробуйте сдать анализы, либо попробуйте купить какую-нибудь для начала небольшую дозировку. магний В6 в аптеке, но желательно без добавок, без всяких максимальных желатиновых прослоек, там и всего. Максимально чистый, посмотрите, там на этикетках всё время написано в аптеках. Попробуйте его попить, и если у вас будет прилив энергии, то значит вам всего лишь не хватало витаминов, не хватало, потому что всё равно сейчас весна, ну лето почти, но у кого-то в каких-то, там Урал, Сибирь, там ещё, наверное, прохладненько. И всё равно организм требует своё, требует на разогрев себя. Вот возможно просто вот это. Так, Надежда, обязательно напишу, благодарю. В Телеграм, это куда? В Телеграм, ребят, у меня на канале есть все, вот здесь вот вы смотрите, просто в шапку выйдете, там есть все, как называется-то? Все явки и пароли. Вот, либо просто в Телеграме напишите одним словом Лавлана. Лавлана. Так же, как канал называется Лавлана, так же в Телеграме напишите Лавлана. Вот, и это я. Волосы уложены, как у Сиси Кейдж, а-ля 90-е годы. Ну, ребят, у меня вообще, мои волосы, их уложить практически, невозможно, они у меня завиваются просто в разные стороны, поэтому я просто здесь вот кукушку сделала такую, и все, вот, либо хвостик, либо распущенный, либо это, у меня как бы других вариантов нет. Поэтому, да, я всегда лохматая. Я в Телеграм, у вас есть, школа автономии, может еще, ты просто в личку мне напиши, в школе автономии, можешь написать, тебе дадут там личку мою. Вечерние отеки ноги, вечерние отеки ноги, так, во-первых, вечерние отеки ноги, это, скорее всего, усталость, вечерние отеки, если они не утренние, а вечерние, это усталость. Не знаю, какая у тебя, ну, или работа, но вы все знаете, прекрасно, сульфат магния, магнезия, пакетики в аптеке продаются, не могу сказать сколько, ну, наверное, в пределах 100 рублей один пакетик, а не 20-25 грамм. Я знаю, что есть еще банками, но я никогда их не видела, не пробовала, поэтому, давайте я просто проговорю, а вы же сами, вот эти вот пакетики, берете 2-3 пакетика, можете сразу же купить, десяток, 10-20 пакетиков, вот, они недорогие, бюджетные очень. Делайте очень-очень теплую воду для ванночки, вот, и на 10-15 минут перед сном ножки желательно, чтобы щиколотка, можно там под колено, то есть у меня, когда икры прямо текали, я, знаете, вот эти вот старые эмалированные ведра, 12-ти литровые, я туда делала, я туда ставила ноги, вот, и оно получалось глубокое, не как тазики, что только стопа, а получалось вот в этом ведре, любое ведро возьмите, это же эмалированные старые, можно в ведре делать, мне вообще больше всего нравилось в ведре, чтобы еще и икры, икры это наша вообще, наша карта, нашего тела, там очень много точек, просто невероятное количество, и вы можете посмотреть, если икры отекают, значит стопа, стопа в неправильном положении, вот, и поделайте дней 5, хотя бы вот такие вот ванночки, теплые ванночки с магнезией, то есть на вот это вот ведро или на тазик, очень теплой воды, 2-3 пакетика, вот, разводите вот этой, как она называется, английская соль, сульфат магнезии, вот, и, ну, у вас уже после первого дня, уже отек будет сходить очень сильно, а после пятого дня вообще может отеков у вас больше не быть, вот, она очень хорошо делает, вот, но и вообще, почему отеки на ногах, ребят, у нас неправильная обувь, 99% обуви у нас неправильной, почему я еще хочу в сланцах, они не зажимают ногу, вот эти вот косточки выпирают, потому что неправильная нога, то есть нога вот здесь вот сужена, практически у всех обувь сужена нога, вот, я покупаю вообще обувь на полтора-два размера всегда, она у меня сейчас больше, вот, то есть я уже не за красоту, хотя красота это, конечно, страшная сила, вот, чтобы была свободная стопа, но, а еще лучше, если есть какие-то проблемы с позвоночником, с прикусом, если неправильный прикус, вообще всего скелета, отеки, то купите, есть такие, я в чате, в чатах своих, в телеграммах, я скидывала, есть такие силиконовые насадки на пальчики ног, которые правильно вот так вот раз, ну, вот так вот стоят пальчики, получается, и они за счет того, что они силиконовые, они очень мягкие, они очень хорошо моются, просто под водой с мыльцем вымываются, вот, их можно одеть даже под носочки, если у вас, например, не узкая обувь, не узкие, те же кроссовки, то можно там в кроссовке, в какие-то, они очень разные, если они есть такие, которых просто вообще незаметны, вот, это все у нас идет от ног, правильно постановка ног, и вы себя начнете чувствовать по-другому, боже, я так от вас заряжаюсь, так легко становится, даже общаясь здесь, спасибо огромное, мне очень приятно, так, так, опять, так, на пятках практику по 5 минут каждый день, да, это вообще отлично, соль мало, люблю листья, свеклу, в ней тоже много соли, все, отлично, тогда поделай ванночки, магний B6, ванночки, и, как я не знаю, разделитель для ног называется, или что, в общем, можешь задать в телеграме, либо в школе автономии, либо Лаврова Светлана, либо Просветление, в любом из чатов можешь задать этот вопрос, я все равно, я все, я все вопросы читаю, просто не всегда отвечаю на них, я скину, скину ссылку, вот, а может быть, ребята, кому интересно, себе возьмут на заметку, стоимость вот этих вот, разделителей, 200 рублей, на пальчики, то есть, они тоже очень бюджетные, так, Светлан, бывает ли со всеедни переход на неедни, да, ребят, бывает, это бывает очень редко, но, но бывает, бывает прямо, перещелкивает у людей, и они выходят, но чаще всего перещелкивают в того, кто вообще не в курсе, их поглощает страх, они не знают, что с этим делать, они возвращаются к сидит, через силу возвращаются, потому что у них организм моментально переходит на центросомное питание, вот, такое тоже бывает, но так будет, можно, ребят, можно, если сознание пришло, можно и с обычного питания, УЗИ почек прошла, сказали, соли есть, мочевина, креативно плохой анализ, все, все, травки попей, самую, самую обычную травку, эти, травку, все, что есть, почечные сборы, мочевыводящие, и еще лучше, это ягодки, брусника, клюква, их только не варить, компоты, а подавить, и водой залить, можно, можно холодной водой залить, можно тепленькой водой залить, если хочешь чуть подсладить, можешь немножечко сахара добавить, а вот эти все сиропы топинамбура, там еще кого-то, я уже, когда находилась без еды, там же обостренные вкусы, я попробовала, мне дали попробовать сироп топинамбура, ну, там буквально на язык, мне не понравилось, я, мне не срезонировал он как, как природный, почему-то, может быть, это просто такой попался, поэтому, лучше мед, если есть сладость, если у вас еще есть сладость, то лучше мед, если вы еще не отказались от всего такого сладкого, Светлана, очень красивые цветы, да, сегодня отходили, вот так приятно получить, от друзей, вот такие вот букетики, подарили, просто прибежала перед эфиром, еще даже ничего не успела, никакие вазы расставить, очень приятно, конечно, люблю цветочки, последние несколько лет в мае аллергия на цветение, от чего она возникает, как избавиться, пожалуйста, Светлана, ответьте, так, любая аллергия, это, это всего лишь провокатор, любая пыльца, любая, вообще, на что бы у вас не была аллергия, это всего лишь спровоцировано на выход того, что у вас есть в организме, что-то у вас сидит, какая-то слизь, какая-то грязь в организме, если вы почиститесь, почиститесь, можно сделать прям чисточку, можно выйти на, буквально на неделю выйти на сырое, без соли, без сахара, и никакой аллергии вы больше не вспомните, буквально на неделе, так, ноги отекают до колена, ну, все значит в этом, так, благодарю Светлана за рекомендации, и ответь, а куда ответить, ноги отекают до колена, ну, вот в этом ведерке, не в тазике, а в ведерке, сульфат магния, все ответила, если кому-то что-то не ответило, то, ребят, эфир я сохраню, можете пересмотреть, если было полезно, я, мне будет приятно, пишите комментарии, ставьте лайки, чтобы кто-нибудь увидел, может быть, кому-то тоже информация заинтересует, а я с вами прощаюсь, вас крепко-крепко обнимаю, и до новых встреч, до новых встреч в закрытом клубе, а еще, ребят, самое главное, 26 числа, это будет в воскресенье, в Сочи, абсолютно бесплатная встреча, вход абсолютно свободный, на Горького, 62, это пространство Гая, с 2 часов дня, с 14.00 до 17 часов, я отвечу на все ваши вопросы, вживую познакомимся, поболтаем, поэтому приходите, всех буду ждать, все, кто сможет, всех крепко-крепко обняла, и надолго не прощаемся, в клубе завтра эфир, и с вами тоже не так, не так надолго мы прощаемся, всех обнимаю, офицеры, но��iqu Phillips, любопыт dialogues, а также очень арестный, русский лог, гибко 8, которые были Luân, еркей, Продолжение следует...